Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в среду, 2 августа, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 22 по 30, посвященный Дню памяти пророка Ильи. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Даниила. Вовремя оно, дивляхуся народе, ословися благодати, исходящих из уст Иисусовых и глаголаху. Не сели есть сын Иосифов, и рече к ним, всякую рече тими притчу сию, врачу исцелися сам. Или, кослыша хом, бывшая в Капернауме, сотворись, Дея, в Отечестве Своем. Рече же, аминь, глаголю вам, Яку, ни который пророк, приятен есть во Отечестве Своем. Поистине же, глаголю вам, Многие вдовицы бешево дни или ины, во Израиле, Игда заключися небо три лета и месяц шесть, Яку бысь глад велик по всей земли, И ни ка единой их послан бы стилья, Токма в царепту седонскую к жене вдовице, И мнозе прокажене беху при лисеи пророцевой Израиле, И ни един же от них очистися, Токма-ни-ман-сирианин, И исполнившися всей ярости в сонмище слышавшиеся я, И восставший изгнаши его вон из града, И ведоши его доверху горы, На ней же град их создан бяше, Добыши его не зринули, Он же прошед посреди их идяшек. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И все засвидетельствовали ему это, И дивились словам благодати, Исходившим из уст его, И говорили, Не Иосифов ли это сын? Он сказал им, Конечно, вы скажете мне присловие, Врач, исцели самого себя, Сделай и здесь, в твоем отечестве, То, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, Истинно говорю вам, Никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, Много вдов было в Израиле в дни Ильи, Когда заключено было небо три года и шесть месяцев, Так что сделался большой голод по всей земле, И ни к одной из них не был послан Илья, А только ковдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, И ни один из них не очистился, Кроме Неймана Сириянина. Услышав это, Все в синагоге исполнились ярости, И, встав, выгнали его вон из города И повели на вершину горы, На которой город их был построен, Чтобы свергнуть его, Но он, пройдя посреди них, удалился. События, о которых повествует сегодняшнее евангельское чтение, Происходят в Назарете, Где Иисус Христос прожил большую часть своей жизни. Господь, как и принято у иудеев, В субботний день приходит в синагогу, Где ему дают свиток с книгой пророка Исаии. Прочитав отрывок из книги пророка, Христос садится, чтобы рассуждать над текстом. Дело в том, что оратор произносил свою речь сидя, И раввины тоже учили сидя. Именно этим словам рассуждения, Словам благодати, Как указывает евангелист Лука, И дивились присутствовавшие в синагоге люди. Но в какой-то момент Слушавшие иудеи исполнились ярости. Произошло это после слов Христа. Никакой пророк не принимается в своем Отечестве. И тех пояснений, в которых Спаситель похвально отозвался у язычниках. Александр Павлович Лопухин поясняет, Сказав, что неприятие пророков и их согражданами – Общеизвестный факт – Христос теперь, чтобы объяснить свое бросившееся в глаза его согражданам Некоторое предпочтение чужого города Капернаума, Указывает на то, что и в Ветхом Завете Пророки иногда совершали чудеса не для своих сограждан, А для чужих людей, даже для язычников. Господь приводит два примера. Во-первых, посещение пророком Ильей вдовы в Сарепте-Сидонской. Вдова же эта, доверившись словам пророка, Отдала ему последнюю часть муки и масла, Приготовив пресный хлеб. И за это в ее доме мука в катке не истощалась, И масла в кувшине не убывало. Также по молитвам Ильи, Господь воскресил ее сына, явив свою милость. Во-вторых, исцеление от проказы пророком Елисеем Неймана-Сирианина. Одна служанка, пленная израильтянка, Жившая в доме Неймана, Страдавшего проказой и искавшего средства к излечению, Однажды сказала его жене, «Если бы господин мой побывал у пророка, Который в Самарии, То он снял бы с него проказу его». Слова эти были переданы Нейману, Который и отправился к пророку. Вельможа прибыл на конях, И на колеснице своей остановился у входа в дом Елисея. Пророк выслал сказать ему, «Пойди, омойся семь раз в Иордане, И обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Такое отношение пророка к вельможе сирийскому И такой, по-видимому, пустой совет Показались Нейману обидными. И он разгневался и сказал, «Разве реки Дамаски не лучше всех вот израильских? Разве бы я не мог омыться в них и очиститься?» Но слуги его подошли к нему и сказали, «Ежели бы пророк повелел тебе сделать что-либо трудное, Неужели бы ты не сделал? А он тебе сказал только, «Омойся и очистишься». По совету благоразумных слуг Нейман отправился на Иордан, окунулся в него семь раз, и тело его сделалось совершенно чистым. Эти истории из Священного Писания были знакомы иудеям, но все же они были настолько убеждены в своей неповторимости, что, услышав это, все в синагоге исполнились ярости. В иудейском сознании давно укрепилось утверждение, что Бог создал язычников для того, чтобы они были топливом для адского огня. Блаженный Феофилакт пишет, «Знай, что Отечество пророков – синагога иудейская, у которой они в бесчестии. Ею пророки не приняты, а мы, чужеродные, приняли их. Ибо вдовица, то есть церковь из язычников, приняла Илью, то есть пророческое слово, когда в Иудее был голод духовный, то есть голод слышания Слова Божия». Для каждого из нас, дорогие братья и сестры, Господь сегодня на примере своих земляков из Назарета показывает, как гордость изгоняет истину. «Всякий человек, имеющий в своем сознании семя гордыни, никогда не сможет в полной мере прислушаться ко мнению и рассуждению другого человека, так как ко всякому его слову будет относиться с пренебрежением. Мы же с вами призваны к смирению, не возносящему ни нас, ни какое-либо общество над другими людьми, дабы всегда слышать пророческие слова Божии и получать через послушание великие божественные дары благодати. Мы же с вами призваны к смирению, не возносящему ни нас, ни какое-либо общество над другими людьми, дабы всегда слышать пророческие слова Божии и получать через послушание великие божественные дары благодати». Помогай нам в этом, Господь!